Синемания Высшая Лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники. Ну что, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, доброго времени суток. Планете Земля. Голубая, она из космоса, говорят, голубая. Вообще так прикольно, хотел бы посмотреть на Землю из космоса, честно. Сегодня у нас замена. Вместо Виктории Малюковой в центре нападения команды программы Синемания играет блистательный форвард Екатерина Тимошенко. Ну я просто даже не знаю, что дальше говорить. Ну не знаешь и не говорить. Я представлю вас, замечательный Давид Шнейдеров, автор ведущей Синемании, как говорит Виктория Малюкова, создатель программы Синемания у микрофона. Значит, по поводу гостя. Всегда, да, вот, знаешь, забавно. Иногда с человеком незнакомым или малознакомым говорить легче. Потому что вроде ты о нем ничего не знаешь. А когда ты с человеком практически идешь параллельно, и тебя связывают и общение, и совместные проекты, и телепрограммы, которые вместе делали, и радиопрограммы, то все время есть опасение сказать что-то такое, что мы с гостем знаем, а нашим слушателям невдомек. Попробуй сегодня это обойти. Представляй, гость. Знаете, Давид, я долго размышляла вообще над тем, как нашего гостя ярко и, может быть, необычно представить. Но я подумала о том, что лаконичность и простота мое все в данной ситуации. Поэтому я скажу, что у нас сегодня в гостях актер театра и кино «Заслуженный артист России» Данил Спилаковский. Здравствуйте. Вот и все. Класс. Здравствуйте, дорогие. Я очень рад вас видеть. Давид, когда мне сказали, надо приехать на интервью, я сказал, что немножко загружен в этот период, и вот не знаю, как, может быть, перенести. Когда сказали, что я еду к вам, все дела отошли на второй план, и я здесь с большой радостью сижу перед вами. Спасибо, дорогой. Значит, Катя попыталась найти слова для представления. Я, знаешь, вспомнил, я как-то общался с великим артистом, которого зовут Дастин Хофф. Он великий актер. И я у него спросил, are you a movie star? Вы кинозвезда? Он сказал, I'm not a movie star. I'm an actor. Я не кинозвезда, я актер. Вот мне показалось, что Катя очень правильно представила. Актер. И больше вообще, а что это за профессия, актер? Ну, это, об этом можно, наверное, говорить и дискутировать очень долго и много. Вы знаете, давайте, поскольку вы меня пригласили, я вот скажу какие-то свои мысли. Потому что я задавался вопросом, почему я выбрал эту профессию, и пытался ответить на этот вопрос. Конечно, мне нравилось лицедействовать с детства. Мне нравилось ставить пластинку с какой-то сказкой, когда я был маленький, забираться на кровать, как будто на сцену, будучи одним в комнате. И перед невидимым зрителем под эту пластинку что-то декламировать, разыгрывать, будто я актер вот на такой импровизированной домашней сцене в своей, значит, комнате. Но я стал взрослее, стал анализировать уже, когда стал профессиональным актером. Я понял, что мне очень нравится лицедействовать, перевоплощаться, и я это так себе культивирую со времен учебы в ГИДСе у Андрея Александровича Гончарова. Вот, использовать грим, использовать какие-то разные костюмы, разную пластику и так далее, и так далее. Я как-то подумал, что, вероятно, от того, что я в жизни человек довольно-таки закрытый, и я свое какое-то естество, себя самого не очень афиширую. Свои мысли, чувства, какие-то эмоции, переживания и так далее. И поэтому я люблю прикрываться вот разными другими масками и персонажами. Вот я такой актер, если говорить об актерской профессии. Нас в щуке обучали делать простое упражнение. Натягивали веревку или клали палку на пол. До этой палки ты, Даниил Спиваковский, перешагиваешь, ты персонаж. Шаг назад, ты, Даниил Спиваковский. Шаг вперед, ты персонаж. Что легче, надеть на себя персонажа или снять с себя персонажа? Я думаю, что это профессиональный навык, которым должен обладать любой профессиональный актер. Входить в роль и выходить. Я вас уверяю, если какой-то актер, и среди известных прославленных актеров такие есть, которые в интервью заявляли, вы знаете, эта роль изменила всю мою жизнь. Эта роль полностью меня переделала. Это все лукавство. Не верьте никогда. Если роль манипулируют артистом, и меняет его психику, надо звонить 03. И такого человека вести в определенную клинику. Вот нормально. Вот мне артист Евгений Миронов сказал, что после съемки в фильме «Круге первом» Глеба Панфилова он две недели не мог снять с себя персонажа, он ходил, как он, он говорил, как он. Кокетничает? Ну, я не буду оценивать своих замечательных коллег и товарищей, но вероятно, я так скажу. Дань, мы действительно знакомы много лет. Как изменился Данил Спиваковский за последние годы? Ну, конечно, изменился. И не только седина, которая проступает на висках, что вполне естественно. Вот. Я думаю, что я приобрел больше опыт, конечно же, прежде всего творческий, прежде всего актерский, если мы говорим сейчас об актерской профессии. Появились новые направления в моей актерской деятельности, помимо драматического театра и кинематографа, ну, телевидения, скажем. Это мои честецкие программы. Вот уже более 10 лет я ангажирован Московским Домом Музыки, который совсем недалеко от вас находится, вот, от Дома Радио. И есть абонемент в рамках, так сказать, в Доме Музыки, абонемент, который называется «Классика с Даниилом Спиваковским». За эти 10 лет я прочитал уже более 20 произведений русской мировой классики, совершенно с разными музыкальными коллективами, от больших симфонических оркестров крупных, до ансамблей и даже солирующих отдельных музыкантов. Причем все инсценировки пишу я сам. Никому не доверяю всех классических произведений. Вот, все выверяю. Очень подробно работаю с дирижерами, с композиторами, с музыкантами. Это такая филигранная работа, может быть, без ложной скромности, поэтому уже 10 лет, так сказать, она востребована и интересна. И вслед за этим меня приглашают в различные филармонии страны также прочитать вот свои честерские программы вместе с их коллективами музыкальными. Это занимает определенное сейчас такое время интересное. И очень нужная, мне кажется, вещь, знаете, по своим трем детишкам, которые читают под влиянием родителей. И надо сказать, что, может быть, они... Я надеюсь, что они слушают сейчас нашу программу. Я им отправил ссылочку домой. Вот. И слышу, что читают они не очень активно и не с таким энтузиазмом, как хотят родители. И, конечно, мы сами были детьми и понимаем. Но вот когда я читаю русскую классику, когда я читаю Гоголя, когда я читаю Пушкина, когда я читаю Лермонтова и так далее, и так далее, Зощенко, Бабеля... Это я сейчас перечисляю произведения русской классики. Дети приходят, подростки, юноши и девушки приходят слушать. И я понимаю, что если даже они не возьмут книгу, то, по крайней мере, услышав со сцены это великое русское слово, русских гениев, русских классиков, а еще обрамленное прекрасной музыкой, это дорогого стоит. И в этом вижу даже какую-то, ну, миссию, что ли, извините за такие высокопарные слова. Синемания. Высшая лига. У микрофона Даниил Спиваковский. Программу ведет Екатерина Тимошенко. И Давид Шнейдеров. И прежде чем продолжить, я предлагаю... Помнишь это? Семен Михайлович, а вам бабель нравится? Ну, это смотря какая бабель! Да-да-да. На самом деле, очень здорово, что ты не даешь умереть великой русской литературе. Я хотела бы напомнить средство связи, которое мы не обозначили в начале эфира. Мы призываем наших слушателей задавать вопросы нашему прекрасному гостю Данилу Спиваковскому. Звоните нам в студию по номеру 84952520115. Или присылайте свои вопросы нашему гостю в WhatsApp на номер плюс 7966-032-5832. Смотрите программу. Снимание на нашу трансляцию на сайте radio1.news и в телеграм-канале Radio 1. Данечка, у вас было две довольно суровые школы жизни. Санитаров психбольниц и армия. Я понимаю, что они в определенной степени близки друг к другу. Что каждая из них вам дала? Ну, прежде всего, жизненный опыт. Жизненный опыт, который, кстати говоря, я использую сейчас в своей профессии, потому что мне посчастливилось не единожды сыграть военных, причем военных времен Отечественной войны, Великой Отечественной войны, примерять на себя форму. Я знаю, что такое военная выправка. Я знаю, что такое ходить строевым шагом. На мне сидит гимнастерка. Я знаю, как носится головной убор, пилотка или фуражка. А как стрелять? Вот. Я могу стрелять из разного вида оружия и перезаряжать его. Я знаю, что такое, повторяю, военная выправка, что такое подшитый подворотничок и застегнутый крючок и верхняя пуговка. А портянки? С удовольствием. С удовольствием. Умеете, наверное? Ну, а как вы хотите, если я два года в советской армии... Такое не забывается. Да-да-да-да-да-да. Все время накручивал портянки. Вот. Поэтому это замечательный опыт. Тем более, что я приобрел больше материнское, так сказать, воспитание в центре Москвы. То армия меня закалила. И, конечно, я это использую в своей профессии. Что касается психиатрической клиники, я не очень люблю рассказывать, потому что человеческие недуги, болячки это так не тема для обсуждения. Вот. Но, действительно, поскольку иной раз мне достаются персонажи... Давид точно их определит. Странные. Да. Своебратные. Не слишком, да. Такой спокойной психической организации, ну, так скажем. То, наверное, этот опыт я тоже использую в своей профессии. А как тогда вы готовитесь к ролям? Вот откуда вы берете прообразы, аватары к вашим персонажам? Ну, какие-то персонажи... Что-то хранится в моей памяти, что-то неосознанно, знаете, всплывает, когда я начинаю готовиться к роли. Но я, например, очень люблю пробы. Вот актеров вызывают на пробы. Некоторые актеры не очень это любят. Я могу понять, почему. Почему я никогда не сопротивляюсь против проб? Во-первых, я встречаюсь с режиссером, сразу понимаю, мой ли это человек, будем ли мы говорить на одном языке. И уже в эти... Это же пробы не только для меня пробуют, но и я пробую тот коллектив, тот материал, в который мне придется погрузиться. Это обоюдные пробы. Поэтому для меня это очень интересно. И на этих пробах я уже начинаю размышлять, какая обувь, какой костюм у моего персонажа, темпа, ритм, произнесение, так сказать, текста определенный и так далее, и так далее, и так далее. Речевая характерность. Да, да, да. Дань, история. Мне интересно, согласны ли вы с режиссером? Мой приятель, выпускник школы-студии МХАТ, вполне себе приличный артист, пришел на пробу к Александру Новомучу Митте. Александр Новомуч уже дедушка-дедушка. Он сказал, ну, у тебя морда такая хорошая, такая рожа интересная. На тебе текст, иди разомни, и придешь, мы тебя снимем. А тут, разумеется, приходит, и Александр Новомучу говорит, я хочу, чтобы ты вот так вот сел на стул, вот так изогнулся, вот так изломался, и вот так сказал. Тот сел, изломался, и говорит, мне так неудобно. Александр Новомучу мгновенно забыл, что он дедушка. Он сказал, ну-ка, пошел вон отсюда. Я говорю, почему? Он говорит, потому что мне должно быть удобно. Я режиссер. А твоя обязанность, как актера, оправдать то, что я тебе говорю. Прав мне та. И прав, и не прав. С одной стороны, конечно, актер, это профессия в определенной степени подневольная. И актер должен выполнять волю режиссера. Это естественно. Другой вопрос, что бывают режиссеры-самодуры, и даже очень талантливые, неизвестные режиссеры. И умение найти режиссера контакт с артистом, это неважно, молодой это артист, дебютант, или это прославленный, известный артист с большим опытом работы. Нужно подобрать определенный ключик для того, чтобы артиста раскрыть, раскрыть его способности. И поэтому тут палка о двух концах. Я абсолютно умышленно не сказал последние слова Александра Наумовича. Который сказал, что ты сначала должен был сделать, как я тебе говорю, а потом предложить свой вариант. Ну, это уже другой вопрос. А за мной, поскольку я режиссер, на мне лежит право выбора. Что в вами движет, когда вы даете согласие на проекты, не связанные с кино? Скажешь, вот это чтецкие проекты. Кстати, у нас в Щуке вообще говорили, что чтец и актер – это разные профессии. Это правда? Для меня нет, потому что мои чтецкие программы, они созданы мною по законам русского драматического театра. Во-первых, партнерская работа с музыкантами. Для меня музыка не является фоном. Это партнеры. Поэтому каждая музыкальная фраза, каждая нота, которая звучит со сцены, она нами придумана, она звучит не случайно. Именно в этом моменте и не случайно это нота или это музыкальное произведение. Я очень долго, скрупулезно, как под микроскопом, работаю с музыкантами. И мы работаем по-партнерски, мы работаем в пас. Я им даю пас своим текстом, а они мне пас своей музыкой. Поэтому мы работаем как настоящие драматические артисты. Это первое. Ну и, так сказать, воздействие на зрителя. Это моноспектакли, я бы назвал это так. Это спектакли, да, это чтецкие спектакли, да, это моноспектакли, потому что участвует один актер на сцене, драматический актер, о музыкантах я уже не говорю. Но я действую по законам русского драматического театра, как артисты воздействуют на зрительный зал. Забавно, я в августе еду в город Владивосток и буду там выступать с концертом. Поэтический концерт, я читаю стихи, и мне порекомендовали отличного джазового музыканта. И мы с ним списались, я ему прислал текст, он говорит, прислать вам музыку. Я говорю, не надо. Я хочу, чтобы это была импровизация. Я хочу почувствовать вибрации и ритмы нашей совместной работы. А вы так пробовали? Импровизация на сцене. Ну, у меня другая метода работы. Давид, признаюсь, я люблю репетировать. Мне нужно репетировать, мне нужно о чем-то договориться. А вот потом, в рамках придуманной идеи, в рамках канвы, так сказать, если хотите, сверхзадачи, вот, о которой писал Станиславский, вот там импровизации возможны, вот там импровизации хороши. Ну, вот, я, это моя метода. Ваша тоже имеет право, если это понравится зрителю, Давид. Забавным, когда я заканчивал щеку, у меня завкафедрой художественного слова был Василий Семенович Лановой, великий чтец. Да. А принимал экзамены, не менее великий чтец, Яков Михайлович Смолянский. И он после экзамена меня оставил и сказал, что чтец и актер принципиально отличаются по манере чтения стихов. Актер читает от сердца к сердцу, а чтец читает из головы в голову. И говорит, поверь мне, что если правильно это делать, путь от головы до сердца бывает короче, чем путь от сердца к сердцу. Имеет право подобная методика на существование? Вы знаете, как сказал мой учитель Гончаров, в искусстве хороши все жанры, кроме скучного. Это Хичкок, понимаете? Понимаете? Но я это услышал от Гончарова. А может быть и Хичкок у Гончарова это подтибрил. Подтибрил, не исключаю совершенно. А может быть и в Репидах, кстати. Вот, поэтому что мы сейчас будем рассуждать, понимаете, сердце, голова. Главное, чтобы это нравилось зрителю. Вот, вот сейчас господин Спиваковский участвует в такой штуке, которая называется Проект Поэт. Что это за проект? И заодно прочтите что-нибудь из того, что вы будете читать. Ну, это Проект Поэт. Правда, я в этом проекте буду читать прозу, что тоже не исключает. Это замечательное начинание Министерства культуры Московской области, Министерства культуры и туризма. В усадьбе Мураново, в Тючевской усадьбе, будет проходить такой, я бы сказал, творческий форум, такой... Литературный фестиваль. Да, литературный фестиваль завтра, 30 июля. Я анонсирую и всех приглашаю. Замечательно, что туда, там будут выступать артисты, поэты, писатели, будут читать свои и не свои произведения, будут замечательные музыканты. Но главное, что и простые зрители, вы представляете, смогут выйти на сцену, подойти к микрофону, почувствовать себя артистами и прочитать классические произведения или свои произведения. Это замечательно, наравне с профессиональными артистами. Это замечательное начинание. Я жду завтрашнего дня, что я приму там участие, а я прочитаю отрывок из своей программы, который по произведениям Михаила Зощенко, по рассказам Михаила Зощенко, который называется «Ничего плохого, кроме хорошего не произойдет». Это цитата Михаила Зощенко. А компонировать мне будет замечательный пианист Андрей Скрипкин. Видите, какая интересная фамилия у пианиста Скрипкин. Вот, Андрей Скрипкин, с которым я недавно познакомился, тоже работая в Московском доме музыки. Дважды мы уже работали. Вот, с коллективом, в котором он, так сказать, играет на фортепиано. И вот, замечательно, завтра мы будем в Мурановской усадьбе Тючевской читать Зощенко. Вот. Ну, читайте. Давид ожидает. Ну, вы знаете, что, давайте я не буду долго читать долгие рассказы. Нет, 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 что-нибудь короткое. Что-нибудь короткое. А давайте напоследок. Вот это будет хороший финал нашей встречи. Я даже знаю, что я прочитаю, но напоследок. Вот прямо сейчас несколько вопросов. Когда Денис с таким загруженным графиком находит время для личного чтения? Ну, дело в том, что мои чтительские программы занимают большое место в этом графике. Именно они и формируют мой график, как я уже сказал. А дома книги вы читаете? Дома читаю, конечно. Что вы сейчас читаете? Детям. А сами? Сейчас я, например, работаю над инсценировкой «Портрет Дариана Грея», который, конечно, я читал довольно-таки давно. Сейчас я его перечитываю. Это анонсирует то, что вот сейчас я буду... Любимый, а для себя, не для работы, для себя. К сожалению, в последнее время для себя нет возможности читать, потому что я читаю либо те произведения, над которыми я работаю и буду делать сценировки для чтительских программ, либо я читаю предложенные мне новые киносценарии или телевизионных сериалов или пьесы, либо я читаю произведения, или я читаю книжки своим детям. Это замечательно, но читаю постоянно и все время. Тяжелая неказиста, жизнь российского артиста. Да прекрасная жизнь артиста. Я вот сейчас читаю первое прозаическое произведение Квантина Тарантино. Он написал роман по фильму однажды в Голливуде. Надо сказать, роман совершенно другой. Читается изумительно, но кино великое и книжка. Юлия из Путилокова спрашивает. Любовь к музыке у вас с детства либо развили в процессе работы? Активно развил в процессе работы. Я жалею, у меня есть две такие моих печали. То, что у меня нет музыкального образования, и я не знаю ни одного иностранного языка. Я надеюсь, что мои дети пойдут дальше своего папы, по крайней мере... По честь иностранных языков. Трое наших, так сказать, старших, подчеркну. Моя супруга Светлана понимает мои намёки. Вот, и не только она. Значит, они занимаются в музыкальной школе. Вот, каждый на своём инструменте. Для каких? Младший Андрюша на фортепиано, Данька средний на гитаре, Даша старшая в классе саксофона. Ух ты! Да, да, да. С иностранными языками у нас потруднее, но, надеюсь, мы преодолеем и эти препятствия. Вот, простите, я отвлёкся по поводу, значит, вопроса. Что касается музыки, действительно, для меня очень большое значение в моей творческой работе имеет музыка. И когда я работаю, скажем, мы работаем над какой-то пьесой драматической, я обязательно спрашиваю режиссёру, какую музыку хочешь принести. Что-то пытаюсь советовать, мы дискутируем, это очень важно. Ну, и тем более в моих чутерских программах это очень важно. Музыка это сильнейший вид искусства, даже может быть, ну, можно дискутировать, но может быть самый сильный, который влияет на психику и сознание человека. Это музыка. Сценарий, режиссёр, что главное лично для вас? Ну, думаю, что сценарий. Сценарий? Да. Я просто почему объясню удивление? Потому что мне, да, всегда казалось, что плохой режиссёр испортит любой хороший сценарий, а хороший режиссёр даже конченое говно вытащит. По-всякому бывает. И в моей биографии было по-разному. Был замечательный сценарий, прекрасная актёрская компания, чудесный режиссёр, и продукта, как мы называем, не получилось. А бывает очень трудный сценарий, очень непонятный, удивляемся, зачем мы за него брались. И вдруг получается такое классное кино или спектакль. Но это от режиссёра зависит. От всей творческой группы. Ну, конечно, конечно, режиссёр очень важен. Конечно, работать с хорошим, ярким режиссёром, это всегда интересно. Мне вот недавно посчастливилось, я не знаю, затронем ли мы эту тему, вот одна из последних моих премьер, кинопремьер. Казнь. Казнь. Казнь, да. Безусловно, мы затронем эту тему после небольшой рекламы, которая сейчас прозвучит, 2-3 минуты, пожалуйста, не отключайтесь, мы вернёмся. Синемания «Высшая лига». Гости в студии. Актёры, режиссёры, музыканты, писатели и художники. Здравствуйте, в эфире программа «Синемания». У микрофона Екатерина Тимошенко и Дэвид Шнейдеров. У нас сегодня в гостях актёр театра и кино, заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Мы продолжаем с ним беседовать. Я просто сейчас сидя рылся, я очень хочу тоже Дане в ответку что-нибудь прочитать. А я ещё пока ничего не прочитаю. Вот, я же сказал в ответку, конечно. У нас тут приходят сообщения, Давид, от нашей аудитории. Хорошо, как проходят ваши концерты, Дань? Вы стоите на сцене, музыканты, то есть это формат именно не концерт, а моноспектакль. Да, действительно, я стою на сцене или сижу на сцене, передо мной стоит пюпитр, и это принципиальное условие, потому что тогда я становлюсь будто бы автором. Как мы с ним похожи. Я становлюсь будто бы... У меня всегда стоит пюпитр. Если я читаю наизусть, тогда я погружаюсь в эту роль. Тогда это уже немножко другое существование. Когда есть пюпитр, и я прямо на глазах у зрителя могу, читая, перевоплотиться в разных персонажей, например, читая «Мёртвые души», естественно, кстати, которые очень востребованы. И благодаря, кстати говоря, начинанию мысли у меня сейчас прыгать в пушкинской карте, замечательному начинанию Министерства культуры, образования российскому, я езжу и читаю русскую классику, и «Мёртвые души», так сказать, стоят во голове. Перевоплощаюсь во всех этих пометчиков. Тем не менее, я как будто бы автор это читает, будто бы автор перевоплощается. И это даёт такую определённую свободу и возможность как раз именно импровизации, о которой мы в первой части, Давид, с вами говорили. Но происходит всё по-разному, потому что я использую и костюмы, и реквизит. Приодеваетесь на ходу на сцене? И на ходу, или даже иногда, уйдя незадолго. На глазах. Да, в это время музыканты играют. Вот. И читая, скажем, «Убийство в Восточном экспрессе», я появлялся как Эркюль Пуаро с чемоданом, откуда появлялись... А усы? Нет, усы были не нужны. Откуда появлялся весь необходимый реквизит и портреты всех обитателей, всех пассажиров этого поезда, которые я поставил на перевёрнутые пюпитры между музыкантами. И было ощущение, что и музыканты, и эти портреты, которые моя супруга Светлана мне помогала ночами, мы их клеили, мы их скачивали из комиксов интернетских. Музыканты классические? Классические, да. Вдруг все становились пассажирами этой банды и подозреваемыми. А если это Лермонтовский маскарад, то все музыканты одевают на себя разные маски, в зависимости от того места, где они находятся. Данечка, можно личный вопрос? А вы, когда молодой совсем были и за девушками ухаживали, стихи им читали, лапшу на уши вешали? Никогда. Да ладно! Никогда я не вешал никому лапшу на уши. А стихи девушкам, чтобы растаяли? И стихи не читал, цветы Светлане дарил своей жене. И долго ее искал, нашел. И стихи не читали? Нет, изъяснялся в прозе. А, все понял. Вопросы. Вы до проекта «Танцы на льду» на коньках стояли? Очень фрагментарно. Да, спасибо, что вспомнили этот замечательный такой проект, где действительно я с большим удовольствием принимал там участие. Как мы фонтанировали, как мы с Ильей Авербухом придумывали новые сюжеты, эти маленькие короткометражки. С моей замечательной партнершей Оксаной Домниной, прекрасной фигуристкой, нашей чемпионкой. И там творческий, яркий коллектив всех спортсменов, всех артистов, всех, кто там участвовали. Это было тяжело. Я катался только на Патриарших прудах в детстве, на таких коньках Канады, которые назывались. Вот, не более того. Как в фильме «Покровские ворота». Да, да, да. Именно, кстати, там он и снимался на Патриарших прудах. Хотя были Покровские ворота, но снимались на Патриарших. И я ребенком даже бегал, смотрел, как снимались эти сцены там на Патриарших прудах, катаясь вокруг. Это был замечательный творческий проект, но тяжелый. Хрепатура спины, ног и всего остального. Трудно было даже подниматься с кровати. Но я с удовольствием это вспоминаю. Вот вопрос. Как вы настраиваетесь на спектакль? Дипломированному психологу вопрос. Дело не в психологии, послушайте. Дело совершенно не в психологии. У меня в машине лежат диски. И важные спектакли, какая-то мелодия является для меня лейтмотивом этого спектакля. Это совершенно не значит, что эта музыка, она участвует в спектакле. Совершенно нет. Это какие-то мои, так сказать, мои мысли. Да, да, мои ассоциации. И когда я еду на машине в театр, то я ставлю эту музыку, и уже потихонечку начинаю готовиться к спектаклю. А правильно, Макареич, спел, что звезды не ездят в метро? Я езжу в метро. Узнают? Узнают. И в электричках езжу. И с удовольствием езжу, потому что успеваю много. Ну, должен сказать, не так часто, конечно, но езжу совершенно нормально. И с детьми езжу. И на автобусах очень люблю на трамваях ездить. Как вы для себя определяете успех фильма с вашим участием? Вы знаете, трудно сказать. Я участвовал иногда в очень нашумевших каких-то, так сказать, фильмах снимался или сериалах, которые были очень, так сказать, разрекламированы. Ну, это были достойные интересные работы. А некоторые, например, такие работы, которыми я очень дорожу, например, прошли не таким широким экраном и не имели такой популярности у зрителя. Ну, даже, например, сводный брат Франкенштейн не прошел широким прокатом и чемпионом проката не стал хотя блистательное кино. Кино замечательное, но, кстати говоря, ну, многие его посмотрели, я так встречаюсь с людьми. Ну, конечно, скажем, телевизионные сериалы, они, конечно, все-таки телевизор в каждом доме, и, конечно, не каждый человек, так сказать, может пойти в кино или на каком-то там, так сказать, сайте посмотреть фильм. А сериалы все-таки смотрят, и они тоже бывают очень интересные и замечательные. А что для вас важнее в вашей работе? Кассовые сборы, мнения критиков, фестивальные призы или отношения друзей, близких людей? Отношения близких людей, друзей. Прежде всего, работая над какой-то ролью, я понимаю, что это увидит моя жена Света, это увидят мои дети. Не все фильмы, далеко не все мы показываем детям, они еще маленькие. Ну, это понятно, да. Да, говоря о фильме, возвращаясь к фильме. То есть, казнь вы не показывали? Нет, казнь, нет, не покажу. Пока не покажу, вырастет, посмотрит. Зато с каким удовольствием они посмотрели сериал «Анатомия убийства», где папа играет следователя Федора Михайловича Перфилева, уже пять сезонов. Говорят, больше не будет, но, может быть, и будет, чтобы меня услышали продюсеры канала ТВЦ. Федор Михайлович Перфилев, это как? Нет, не случайно, Федор Михайлович. Конечно, во-первых, не случайно. И Перфилев тоже почти парфирий Петрович. Да, не потому что авторы, мои дорогие, с которыми мы дружим, и этого сериала, не случайно это придумали. Интересная, яркая роль ироничного, умного, смелого полковника Перфильева, который расследует преступления. Ну да. В общем, и тут Достоевский. Конечно. Синемания «Высшая лига». Мы продолжаем. Екатерина Тимошенко. Давид Снейдеров. У нас в гостях Даниил Спиваковский. Дань, чем для вас отличается работа в театре от работы в кино? Традиционный вопрос, Давид. Да, я понимаю. Вот. Вы знаете, по большому счету... Знаете, мне один человек однажды здесь, посмотрел, мне тоже сказал, традиционный вопрос. Все просто. Театр для души, кино для денег. Поехали дальше. Нет, я бы так не сказал. Тогда это нетрадиционный вопрос. Тогда нетрадиционный, да. Дело в том, что как актер работает над ролью, ну, по крайней мере, я, поскольку вы меня спросили, примерно одинаково. Как я погружаюсь в роль, как я разбираю роль, как я над ней работаю. Другой вопрос, что некая форма подачи разная. Я люблю гротески, я люблю такую яркость, преувеличение. И сцена дает мне такую возможность, так сказать, подниматься на этих катурных, не случайно, так сказать, сцена на полтора метра выше зрительного зала. И зритель, приходя в театр, уже готов к этому несколько театральному преувеличению, преувеличению чувств, эмоций, к этой гиперболе, к этому гротеску. Кино подразумевает более, более такое документальное, если хотите, существование. Поэтому иногда меня в кино режиссеры, так сказать, чуть-чуть, так сказать, гасят, говорят, да-да-да, немножко ярко, давай дубль попроще сделаем. И это замечательно, это замечательно. Кроме того, в кино есть возможность монтажа, можно на монтаже что-то исправить, можно сыграть второй и третий дубль. А театр, эмоции, рожденные здесь и сейчас, это, конечно, дорогого стоит. У меня один мой приятель, американский продюсер, рассказал, что русским актерам в кино сильно мешает театральная школа. Это правда? Не знаю. Я у него спросил, что он им ведет, он говорит, очень просто. Широкие жесты, голосовая подача, они все обучены игре на сцене. Вас же в ГИТИСе учили как театрального актера, в кино так нельзя работать. Ну, прекрасно, вот с опытом все приходит. А на ком вы учились? За кем вы наблюдали, когда только пришли в кино? У меня есть два актера, которые, ну, огромное количество, естественно, актеров, на которых можно смело сказать, что я учился, пересматривая их роли. Но есть два актера, почерк актерский, которых мне очень близок и интересен. Это Юрий Владимирович Никулин, особенно, например, в его работе в фильме «У Кулиджанова», когда деревья были большие. И, конечно же, Джек Лемон. И, конечно же, Джек Лемон, великий американский актер, мы прекрасно помним, и в джазе «Только девушки», и «12», и «Квартиру», великие фильмы. Вот, вот, вот эти, вот, вот, что-то я у них уворовал, извините. Фильм, который вы не показываете своим детям «Казнь». Как вообще работалось дебютантом «Ладок в Атаней»? Прекрасно работалось, прекрасно. Но пришел такой многоопытный актер, мудрый, Денис Пиваковский, а там дебютант. Да, дело совершенно не в дебютантах. А в чем? Дело в том, что режиссер должен мыслить на 2-3 шага, как в шахматах, быстрее с актера. Тогда с ним интересно работать. Вот, мне посчастливилось и с прославленными, великими режиссерами работать, и, скажем, с дебютантами, как Ладо, который делает первые шаги в кино. Он знал, что он снимает, он меня этим увлек, он давал мне свободу, он получал удовольствие от моей игры, он давал мне возможность сделать дубль такой, сделать дубль другой. Мы замечательно, творчески, и, главное, весело. Это страшное кино, страшное, тяжелое кино, нужное кино, рассказывающее о жестокости. Но снимали мы его настолько весело и настолько хохотали после каких-то страшнейших дублей вместе с моими, так сказать, партнерами и вместе с Ладо. Забавно. О свободе, которую дает режиссер-актеру, говорит мне ученик Андрея Александровича Гончарова, который, простите, у него однажды спросили. Андрей Александрович, вы приходите в театр, орете, где вахтерша? Она есть. Ворете, где гардеробщик? Они есть. Ворете, где гример? Они есть. Ворете, почему артисты не готовы? Артисты готовы. Что вы тогда будете делать? Гончарова сказал, уйду из театра. Для меня должно быть хоть что-то, чтобы было не так, что я завелся. Вы после Гончарова свободы захотели, что ли? Вы знаете что? Я очень рад, что мы с вами вспоминаем Гончарова. Я пытаюсь в каждом интервью его вспоминать. Такого великого мастера ни в коем случае нельзя забывать. Вы знаете, он орал, потому что он пытался завести весь вот этот, всю эту машину, весь этот механизм театральный. Прежде всего, артистов. Я это уже понял, став профессиональным актером и даже имея своих учеников. Я это уже тогда понял. Знаете, он как, вот раньше такая была кочерга, стартер. Мы заводили машину старую. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Вперед вставляли эту кривую там металлическую палку, понимаете? Вот он своей энергией заводил, заводил театр, и он добивался своего. И тогда, как самолет, это взлетало, и была пройдена эта точка невозврата, и спектакль парил, как взлетевший самолет. И появлялись великие спектакли «Да здравствует королева Виват», «Трамвай желания», «Трамвай желания», и так далее, и так далее. И беседы с Сократом. И бег, блистательный бег, совершенно прекрасный. Вопрос. Как вы относитесь к современным постановкам? Я не очень понимаю, правда, вам. Ну, я имею в виду постановкам в театре. Я думаю, что вопрос имеется в виду, как я отношусь к современным, так сказать, режиссерам в театре. Интерпретациям классики. Все-таки я воспитан Гончаровым в классической форме, я такой традиционалист, я люблю классический русский драматический театр. Я совершенно не против экспериментов, и открыт к ним замечательно. Главное, чтобы это не было таким экспериментом ради эксперимента. Мальчики играют девочек, девочки мальчиков, старики играют молодых, молодые стариков. Вот, так сказать, все сверхнаголу перевернуть. Для этого не требуется больших умений, каких-то умственных затрат. А у Эйфросы Гамлета играла девочка в дипломном спектакле. Ну, возможно, так сказать, это был эксперимент, который Анатолий Васильевич тоже хотел попробовать. Почему нет? Нет, тем более в дипломном спектакле. Да. Вот. Но я знаю по себе, что куда проще закрыться какими-то спецэффектами, даже сценическими, или даже кинематографическими, нежели вот на двух стульях передать жизнь человеческого духа. Вот сидя на одной лавке с партнером или с партнершей, сделай так, чтобы зритель тебя слушал. Или стоя два часа перед Пюпитером, даже в окружении великих музыкантов. Мне всегда казалось, но я не считаю себя сильно консервативным, мне казалось, что должен быть некий набор театров, основанный только на классике, вот в которых не должно быть огульного театрального эксперимента. Совершенно согласен. Например, Большой театр, МХАТ, Театр Маяковского. Есть куча экспериментальных театров. Вот тот же замечательный был Гогольцентр. Почему нет? Небольшой театр, 350 мест всего лишь. В Театре Маяковского есть около тысячи. Около тысячи мест, включая все балконы. Но почему бы небольшому театру, немаленькому театру не показывать эксперименты? Да, Галима эксперимент. Почему нет? Более того, эксперименты могут быть и в рамках какого-то большого театра. Например, во многих театрах есть основная сцена, малая сцена или филиал. И, пожалуйста, они существуют для экспериментов. Путь открыт. Замечательно. Замечательно. Я прихожу сейчас в книжный магазин. Как здорово. Какие разные, на разных полках разная литература. Тебе и классика, и современные детективы, и билетристика, и бульварная пресса, и желтая какая-то это чтиво, которые все, так сказать, свое белье, понимаете, выносят на потребу. И главное, что мы можем купить все, что угодно. Вот должен быть такой театр. Вы все равно не читаете. Кстати, действительно, фильм «Казнь». Огромное количество сцен насилия. А поэтому этот фильм полюбили на западных фестивалях? За кровь? Да нет, думаю, конечно, нет. А за что? Думаю, конечно, нет. Я думаю, что это действительно, так сказать, фильм о человеческих пороках. О человеческих... Почему? Самое интересное, что там они не такие-то и страшные. Вот у меня Светлана посмотрела этот фильм, не показывая детям, ночью. Я говорю, Свет, не смотри. Света, не смотри. Это было серьезно ночью. Семенным женщинам нельзя смотреть такие фильмы, сказал я. Вот. Но она посмотрела, значит, и сказала, что дело не в том, что там не так уж что-то и страшно. Не такое уж... Потому что это не ужастик. Это не ужастик. Это психологическое кино. Но именно там скрывается, почему человек совершает насилие. Почему человек совершает то или иное преступление. Поэтому его интересно смотреть. Ладо, так сказать, препарировал персонажей. Это здорово. Поэтому это отличается от простого ужасника. Ужасника, где из-за угла вылетит черная фигура и скажет, отдай мою руку. Отдай в темном-темном городе. Жил темный человек и поехал на темное кладбище ночью. И сказал. Понимаете, вот этого там нет. Слава богу. Поэтому это хороший кино. Самым страшным из человеческих пороков является трусость. Вот. Не, ну Бугаков гений, не правда ли? А какие фильмы с вашим участием вы разрешаете смотреть детям? Ну, я уже сказал, что они посмотрели «Анатомию убийства», замечательный сериал. Они посмотрели целый ряд. Ну, я сейчас так не буду перечислять фильмы прошлых лет. Много очень интересных мелодрам, фильмов про любовь. Мне посчастливилось сыграть таких отцов. А эротику разрешаете смотреть детям? А я не снимаюсь в эротическом кино. А хотелось бы? Честно говоря, я бы даже и не думал. Думаю, вряд ли. Вы знаете, когда мне говорят, Даниил, вы знаете, давайте здесь в кадре вы снимете рубашку. Что ты задержишь? Я говорю, я не могу это сделать. Сколько моих коллег тут же потеряют работу. Накачанных больших мужчин. Я не буду называть фамилии замечательных моих коллег и даже товарищей. Батя Дабл. Которые любят посещать тренажерные залы. Я иронично говорю, что вы? Они останутся без зарплаты. Я отберу их хлеб. Поэтому не надо меня раздевать. А если это действительно надо? Ну, если надо, конечно. У меня были сцены, где я даже полностью был обнажен. Но это было совершенно... Кстати, и в фильме «Мой сводный брат Франкенштейн». Я вспоминаю сцену в бане. И в фильме «Казнь». Но это обнажение делает человека голым, несчастным. Моего персонажа, понимаете? Вот для чего это делают режиссеры. Не для того, чтобы показать... Если голым и несчастным, он не может быть Шварценеггером. Он не может быть Шварценеггером. При чем здесь Шварценеггер? Если голым и несчастным, то он не может быть накачанным. А я что, похож на накачанного артиста? Ну, чего, вполне себе. Вполне хорошо. Ну, просто типаж, наверное, который, как у вас в фильме, казнен. Это, ну, не Шварценеггер бы там подошел. А нет опасности в показе сцен насилия в кино? Смотря как их интерпретируют. Вот как? Точно так же, как вы сказали, эротические сцены. И сцены поцелуев. Если они сняты красиво, если это искусство, тогда это нужно показывать. Как сцены признания в любви, сцены поцелуя, так и сцены некоторого насилия. Но это должно быть, если это искусство, над вымыслом слезами обольюсь, писал великий поэт, понимаете? Вот именно это должен быть вымысел. А если это снято, грязно, пошло, то это жизненная правда называется. Ну, тогда это не ко мне. Ну, да, мне всегда просто казалось, иногда оценивая произведения, говорят, вот все как в жизни. Все как в жизни. Я всегда говорю, что, ребят, вот жизнь показать средствами жизни, это не искусство. А искусство, это показать жизни средствами искусства. Дань, у нас прямо время летит. Почитайте. Я не буду оригинален. И, кстати говоря, свою программу, которую я читаю с другим, кстати говоря, замечательным пианистом, джазовым Евгением Борцом, который называется «Соло на двоих». Я заканчиваю стихотворением, которое, думаю, многие наши радиослушатели прекрасно знают, но пусть они услышат из моих уст. Не возражаете? Конечно. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, Тысячи биноклей на оси, Если только можно. Ава, отче, Чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма. И на этот раз меня увольн, Но продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути. Я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, Не боли. Перейти. Вот обломок строки, Остававшийся с ужина, И у края стола, Становящийся, как на откос, Я вам что говорю? Говорю, Покидай меня мужество, Потому что искусство поэзии Требует слез. По щекам и в ладошки, В подушке, в жилетке, Начитавший стихов Про разлуки котов и собак, Мои бабушки плачут, Раскисли мои малолетки, И мужчины роняют слезу На красивый пиджак. Это женское дело Мужскими руками исполнено И заходит под челку Навсегда наизусть Из огня твоего В их нежнейшее полымя. Где присела на кухне В халатике тихая грусть, А на улице лето. Тополины и бабочки Кружатся, А на быть или не быть Есть ответ, Не вопрос. Можно я вам поплачу? Покидай меня мужество, Потому что искусство поэзии Требует слез. Вот это один из, на мой взгляд, Лучших современных поэтов. Вадим Жук Перефразировал Известные строки Иосифа Бродского, Потому что искусство поэзии Требует слов. Любите Бродского? Очень. Очень. И в моей программе Звучит Бродский, Я входил вместо дикого Зверя в клетку. Я сейчас не буду читать, Конечно, Это все замечательно, Потому что зрители придут На мои выступления, На мои Чтецкие творческие программы, Там вот услышат живую. Значит, еще раз, Когда эта программа, Проект поэт? Проект поэт завтра. Завтра, 30 июля, В усадьбе Мураново, Тючевской. Замечательно. Будем надеяться, Что будет прекрасная погода. Приезжайте. Вместе будем творить, Читать, веселиться. Давайте коротко. Какие сериалы С вашим участием нас ждут? На что? Нашим, да, Нашей аудитории, Обратите внимание. Ой, слушайте, Вы меня врасплох. По-моему, Сейчас только, Только сейчас начинаем. Работать с того, Что уже, по-моему, Премьерных, Уже такие все прошли Уже в этом сезоне. Сейчас только Начинаем, Начинаем сейчас Вести переговоры О новых работах, Которые вот сейчас Начнутся уже в конце лета. А есть разница В работе для вас В полнометрии И в сериале? Никакой, Ни малейшей. Ни малейшей, Действительно, В сериале же Не репетируют. Да почему? Репетируют, Репетируют. И поверьте, Есть замечательные сериалы И отвратительные полные метры. Так же, как и наоборот. Да, действительно, В сериалах Выработка довольно большая, Но нужно быть просто Более профессионально подготовленным. Более профессионально. Ну, посмотрите сейчас, Какие замечательные сериалы снимаются, Какие прекрасные операторы, Художники работают, Режиссеры. Уже все научились Довольно быстро И мобильно работать, Поверьте. Поэтому я с удовольствием Снимаюсь И прекрасно бывают сюжеты. Для меня нет разницы. Для меня нет разницы. Никакой, Ни малейшей. Ну что же, На этом наш часовой эфир Стремительно подошел к концу. У нас в гостях был актер. Просто актер. Можно без титулов? Да, замечательно. Просто актер Даниил Спиваковский. И я хочу напомнить Всем слушателям Подмосковья, Что завтра В программе Проект поэт Вы услышите, Как Даня читает прозу. Зощенко. Зощенко. Ничего плохого, Кроме хорошего, Дорогие радиослушатели. В нашей жизни не произойдет. Я ей говорю, Ложи назад. Она не ложит. Я ей говорю, Ложи в зад. А она не ложит. И буфетчик ко мне гоголем. Заплатите за пирожные. Все, реклама и вернемся. Синемания. Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, Писатели и художники. За пирожные. Актеры.